В этом году исполняется 130 лет со дня рождения мастера Камара Касымова, внесшего неоценимый вклад в развитие казахских музыкальных инструментов. По случаю юбилея для школьников был организован литературно-музыкальный вечер. Подробнее в материале. В народе Камара Касымова знают как отца казахских музыкальных инструментов. Он первый казахстанский инструменталист-органолог. По случаю 130-летия несравненного мастера в школе имени Музафара Алимбаева прошел литературно-музыкальный вечер под названием «Камар Касымов, жене-ултык музыкалок Аспаптар». Габет Мусрепов, когда звучит ансамбль народных инструментов казахских, когда звучит оркестр Курман-Газе, он говорил, я всегда вижу за этим оркестром образ одного человека. Это образ Камара Касымова, потому что он стоял у истоков возникновения инструментария современных всех музыкальных инструментов. Такие мероприятия позволяют школьникам окунуться в историю, лучше узнать деятелей искусства. считают организаторы. «Мы полностью готовы к сегодняшнему мероприятию. Мы проводим подобные вечера не впервые. Следует отметить, что, став музыкальной школой, наши учащиеся готовы заниматься популяризацией искусства и выезжать во все школы области, чтобы рассказать учащимся об истории и продемонстрировать свое искусство». Камар Касымов отреставрировал около 20 видов глиняных инструментов. «Сегодня мы говорили о творчестве Камара Касымова. Все прошло очень хорошо. У меня была духовная перезагрузка. Мы много узнали об инструментах. Камар Касымов – мастер с большой буквы». В рамках проекта «Голос Великой степи» запланирован ряд масштабных мероприятий. Основная цель – пропаганда истории создания народных инструментов среди подрастающего поколения. Евгения Мягченко, Акмар Жан Колымбек, Даулет Кушкарбаев, Ертас Акпарат.